Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами готовиться к ЕГЭ по математике базового уровня. На прошлом занятии мы рассмотрели первые пять заданий базового уровня ЕГЭ по математике. Давайте работать дальше. Задание номер шесть на тему простейшие текстовые задачи. Мы с вами в прошлый раз уже встречались с этой темой, но существует еще два вида задач, на которые стоит обратить внимание. Это задачи, связанные с округлением, с избытком или с недостатком. Что же это значит? Предположим, что при решении задачи вы получили результат 6,5. И если, например, в задаче вы высчитывали, сколько шоколадок вы можете купить на ту или иную сумму, то вы должны будете округлить с недостатком и записать в ответ 6. А если же вы делаете дома ремонт и спрашивают, сколько банок краски вам необходимо приобрести, то вы будете округлять с избытком и вам потребуется 7 банок. Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример номер один. Баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 25 рублей? Давайте запишем условия задачи. Одна баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. У нас есть сумма в 25 рублей. Какое количество баночек мы можем приобрести на эту сумму? Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, необходимо сумму, которая у нас есть, разделить на стоимость одной баночки йогурта. Прежде чем выполнять эту операцию, необходимо 4 рубля 60 копеек перевести в рубли и представить в виде десятичной дроби. Мы знаем, что в одном рубле 100 копеек. Следовательно, чтобы перевести копейки в рубли, нужно 60 разделить на 100. 4,60 рубля или 4,6 рубля. И теперь мы 25 рублей делим на стоимость одной баночки, то есть 4,6 рубля. Единицы измерения сокращаются. 25 мы будем делить на 4,6. По основному свойству дроби мы домножим на 10. Сократим на 2 числитель и знаменатель. Вы можете считать в столбец, это не запрещено. И получим 5,1023. Таким образом, на 25 рублей мы можем купить с вами только 5 баночек йогурта. Мы должны округлить с вами с недостатком. В ответ запишем 5. Рассмотрим следующий пример. Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойного клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов. Данную задачу можно решить с помощью пропорции. Итак, на 6 рулонов нам потребуется 1 пачка клея. А на 63 рулона вопрос пачка. Мы этот вопрос обозначим за х и составим пропорцию. Прямая пропорциональная зависимость. 6 так относится к 63, как 1 к х. Или же можно было поступить одним действием, то есть количество всех рулонов разделить на количество рулонов, которые можно поклеить с помощью 1 пачки клея. 63 мы делим на 6 и получаем 10,5 пачек. Но у нас рулон продается в пачках, то есть количество пачек – это целое число, даже более того, натуральное. А следовательно, мы округляем с вами с избытком, и нам необходимо приобрести 11 пачек клея. Рассмотрим следующий пример. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 недели? Запишем условия задачи. В одной пачке находится 500 листов формата А4. За одну неделю в офисе мы расходуем 1200 листов. Какое количество пачек мы должны приобрести на 4 недели работы? Вопрос пачек. Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам необходимо узнать, а сколько листов бумаги формата А4 мы должны с вами израсходовать за 4 недели. Если за одну неделю мы расходуем с вами 1200 листов, то за 4 недели, соответственно, в 4 раза больше. Итого 4800 листов. Зная, что в одной пачке у нас находится 500 листов бумаги, а нам необходимо 4800 листов, мы количество листов нам необходимое разделим на 500. Можно сокращать, можно считать в столбец. Номножим на 2. И получим 9,6. Округляем с избытком. Таким образом, нам необходимо приобрести 10 пачек бумаги. Рассмотрим следующий пример. Для покраски 1 квадратного метра потолка требуется 240 грамм краски. Краска продается в банках по 2,5 килограмма. Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 50 квадратных метров? Запишем условия задачи. Для покраски 1 квадратного метра потолка требуется 240 грамм краски. Одна банка у нас содержит 2,5 килограмма краски. Нам необходимо узнать, какое количество банок потребуется для покраски 50 квадратных метров потолка. Выполним первое действие. Узнаем массу краски, которая нам понадобится. Для этого мы 50 умножим на 0,24. Предварительно переведем граммы в килограммы. И получим, что нам необходимо с вами 12 килограмм краски. Следующим действием мы массу необходимой краски разделим на 2,5. То есть на массу, которая содержится у нас в одной банке. Можно записать это в виде дроби, можно посчитать это в столбец. 24,5 и получим 4,4 банки. Так как банки у нас продаются только целыми, следовательно округляем мы с вами с избытком и нам необходимо приобрести 5 банок. Рассмотрим следующий пример. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 грамма 3 раза в день в течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 грамма. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? Я думаю, вы уже поняли, что данная задача на тему округления с избытком. Ведь мы должны вылечить с вами больного. Давайте запишем условия задачи. Нам необходимо принимать активного вещества по 0,5 грамма в день. Три раза. Уже из-за этой фразы можно сделать вывод, какое количество активного вещества мы должны принимать в день. Для этого 0,5 необходимо умножить на 3. Полтора грамма. Читаем дальше. В течение 21 дня весь курс лечения 21 день. Соответственно, если в один день мы должны получать 1,5 грамма, то за весь курс за 21 день в 21 раз больше. Умножаем. И получаем, что за весь курс нам необходимо пропить 31,5 грамм. Читаем дальше. В одной упаковке 10 таблеток по 0,5 грамма. Следовательно, из этой фразы мы можем найти, сколько грамм активного вещества содержится в одной упаковке. 5 грамм. Зная, какое количество активного вещества мы должны получить и сколько этого активного вещества содержится в одной упаковке, мы можем узнать количество упаковок. Для этого 31,5 мы разделим с вами на 5. То есть общее количество делим на количество в одной единице. И получим 6,3 упаковки. Округляем с избытком. Нам необходимо приобрести 7 упаковок. Рассмотрим следующий пример. Помимо задач на округление с избытком и с недостатком, в задании номер 6 может встретиться иная задача. Давайте рассмотрим одну из них. Таксист за месяц проехал 6 тысяч километров. Стоимость 1 литра бензина 20 рублей. Средний расход бензина на 100 километров составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? Запишем условия задачи. Таксист за месяц проехал 6 тысяч километров. 1 литр бензина стоит 20 рублей. Расход, он всегда считается на 100 километров, составляет 9 литров. Наша задача ответить на вопрос, какую сумму он потратил, когда проехал 6 тысяч километров. Для начала необходимо высчитать, а сколько литров бензина он потратил, проехав 6 тысяч километров. А затем умножить количество бензина на стоимость 1 литра. Если на 100 километров он тратит 9 литров бензина, то на 6 тысяч километров он будет тратить в 60 раз больше. Значит, мы 60 умножаем на 9 и получаем 500 литров бензина он потратил. Найдем, какую сумму он заплатил за эти 540 литров. Для этого 540 умножим на 20. Итак, 10 800 рублей таксист потратил за месяц. Переходим к следующему заданию. Следующее задание – это простейшие уравнения. Простейшие, но всех видов. Давайте вспомним, какие виды уравнений мы с вами знаем. Все началось с линейных уравнений. Линейные уравнения – это уравнения вида АХ плюс Б равно нулю. Далее это квадратные были уравнения. Это уравнения вида АХ квадрат плюс БХ плюс С равно нулю. Ну и далее были кубические, уравнения четвертой степени. Мы сейчас говорим с вами о целых степенных уравнениях. Был вид уравнений иррациональных, а в 10 классе мы познакомились с вами с уравнениями показательными и логарифмическими. Давайте рассмотрим примеры. Первыми примерами будут являться целые уравнения. Начнем с линейного. 8 умноженное на 6 плюс Х плюс 2Х равно 8. Для того, чтобы решить это уравнение, необходимо сначала раскрыть скобки. Чтобы умножить величину на скобку, нужно ее умножить на каждое слагаемое в скобке. 8 умножаем на 6 – 48. 8 умножаем на плюс Х плюс 8Х. Все остальное переписываем. Линейное уравнение. Все, что с Х в одну сторону переносим, без Х переносим в другую. Слева 10Х, справа минус 40. Неизвестен множитель. Для того, чтобы найти неизвестный множитель, необходимо произведение разделить на известный множитель. Минус 40 делим на 10, получаем минус 4. В ответ запишем минус 4. Рассмотрим следующее уравнение. Х квадрат плюс 10Х равно минус 16. Мы видим, что Х во второй степени, следовательно, это квадратное уравнение. Перенесем все в одну сторону так, чтобы справа был 0. Мы знаем разные способы решения квадратных уравнений. Это и общая формула через дискриминант. Это и формула через четный второй коэффициент, и теорема Виетта, и формула с использованием коэффициента. Но мы рассмотрим более универсальный способ, а значит, через общую формулу дискриминанта. Напомню, что дискриминант высчитывается по формуле b квадрат минус 4ac, где b, a и c – это коэффициенты квадратного трехчлена. Найдем дискриминант. Коэффициент b равен 10. Коэффициент а равен 1. И коэффициент c равен 16. 100 минус 64 – результат 36. Корень из 36 – это 6. Вспомним, как высчитываются корни квадратного уравнения. В числителе минус b плюс минус корень из дискриминанта, деленное на 2а. Опять-таки, где b и а – это коэффициенты, дискриминант мы с вами высчитали. Находим каждый корень отдельно. Минус 10 плюс корень из дискриминанта 6, деленное на 2а. 2 умножить на 1. Минус 4, деленное на 2, равно минус 2. Второй корень считаем. Минус 10, минус 6, деленное… Уже здесь можно сразу двоечку записать. В числителе минус 16, в знаменателе 2. И результат минус 8. Очень часто к таким заданиям приписывают следующую фразу. Если при решении уравнений вы получили несколько корней, запишите меньший из них. В данном уравнении меньше минус 8. Если зададут вопрос, если уравнение имеет несколько корней, запишите больше из них. Больше из них – минус 2. Напомню, при сравнении положительных чисел больше то число, которое дальше от нуля. При сравнении отрицательных чисел больше то число, которое ближе к нулю. Рассмотрим следующий пример. 2х плюс 7 в квадрате равно 2х минус 1 в квадрате. Первое, что мы хотим сделать, это убрать квадраты, но это категорически делать нельзя. Нужно возводить и получать квадрат суммы, квадрат разности. 4х в квадрат плюс 28х плюс 49. Справа 4х в квадрат минус 4х плюс 1. 4х в квадрат и 4х в квадрат уничтожаем. Получаем линейное уравнение. Все, что с х, переносим в одну сторону, без х в другую. Слева получаем 32х, справа минус 48. Неизвестен множитель. Произведение делим на известный множитель. 48 и 32, наибольший общий делитель 16. Минус 3 будем делить на 2 и получим минус 1,5. Ответ минус 1,5. Вспомним еще два вида уравнений квадратных. Это неполные уравнения. В этих заданиях дети чаще всего делают ошибку. Давайте посмотрим, какую. х квадрат минус 4 равно 0. Это неполное квадратное уравнение. У него второй коэффициент равен 0. Решаем мы его следующим образом. Все, что с х в одну сторону, без х в другую. И не забываем, что данное уравнение имеет 2 корня. Плюс корень из 4, это 2. И минус корень из 4, это минус 2. Какую чаще всего ребята делают ошибку? Они записывают только 1 корень 2. Как еще можно было решить это уравнение? Давайте вспомним. Мы его с вами решали раньше в 7 классе. Раскладывали левую часть по формуле разность квадрата. И говорили, что произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. И мы получали 2 значения. Поэтому выбирайте тот способ, в котором вы ошибки не допустите. Рассмотрим еще один пример. Тоже неполного квадратного уравнения. х квадрат плюс 7х равно 0. Здесь отсутствует свободный коэффициент, он равен 0. Что чаще всего делают ребята? Они делят на переменную х. Данную операцию производить категорически нельзя, потому что х, равный 0, является корнем уравнения, а на 0 делить нельзя. В данном уравнении левую часть раскладывают на множители. Мы видим, что здесь у каждого слагаемого есть общий множитель х. И дальше по правилу произведения равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. И получаем два значения 0 и минус 7. Давайте рассмотрим немного теории иррациональных уравнений. Иррациональное уравнение – это уравнение, в котором неизвестное находится под знаком радикала. Чаще всего на экзамене это будут уравнения второй степени. Корень квадратный из f от х равен некоторому числу а. f от х – это многочлен от х, содержащий а. Это некоторое число. Раз это некоторое число, значит, оно может быть положительным, отрицательным, либо равным 0. Если значение справа от корня – положительное число, то уравнение имеет корни, и находим мы их следующим образом. Мы левую и правую часть возводим в квадрат. Если справа у нас стоит 0 от корня, то мы получаем уравнение корень из f от х равен 0. И задаем себе вопрос. Корень из какой величины равен 0? Только из 0. Получаем уравнение f от х равно 0. И последнее. Последний случай. Если справа от знака квадратного корня стоит число отрицательное, равенства мы не получим никогда. Потому что неотрицательное число не может быть равно отрицательному числу. Следовательно, мы делаем вывод, что решений нет. В данном случае у нас решений не будет. Конечно, авторы заданий подбирают именно такие уравнения, которые будут иметь решение. Давайте рассмотрим пример. Итак, корень квадратный под корнем выражения 13 плюс 2х равно 5. Первое, на что мы должны обратить внимание, какой у нас степени корень. Второе. Какое число стоит справа? Положительное. Вывод. Уравнение будет иметь решение. Возводим левую и правую часть в квадрат. По свойствам корней мы имеем, что слева у нас 13 плюс 2х, справа 25. Получаем линейное уравнение. 2х равно 12, и х равен 6. Можете сделать проверку. Для этого необходимо 6 подставить вместо х в исходное уравнение. Давайте проверим. 6 умножить на 2 – 12. 12 плюс 13 – 25. Корень из 25 – 5. Все верно. В ответ записываем 6. Давайте рассмотрим другой вид иррациональных уравнений. Итак, корень квадратный из f от х равен g от х. Чем отличается прошлое иррациональное уравнение у данного? Тем, что справа стоит теперь не число, а тоже некий многочлен с переменной х. Вспоминая теорию, которая была незадолго до этого примера, уравнение имеет решение, когда справа от знака квадратного корня мы имеем величину неотрицательную. В данном случае у нас многочлен. При разных значениях переменной х он может принимать различные значения, как положительные, так равные нулю, так и отрицательные. Поэтому мы сами создаем те условия, при которых данное уравнение будет иметь решение. Какое у нас должно быть условие? Что справа? А справа у нас g от х. Должна стоять величина неотрицательная. И если это будет условие выполнено, мы можем с вами левую и правую часть возвести в квадрат. И все это должно выполняться в единой системе. Давайте рассмотрим пример. Корень квадратный из 15 минус 2х равно х. Данный пример для вот этого способа как раз нам подходит, потому что справа у нас стоит выражение, содержащее неизвестную. А следовательно, выражение справа должно быть неотрицательным. Тогда мы возводим левую и правую часть в квадрат. И теперь решаем эту систему. Х больше либо равен нуля. Здесь подкоренное выражение равно х квадрат. Здесь мы получаем с вами квадратное уравнение. х квадрат плюс 2х минус 15 равен нулю. Ну и вот как раз давайте вот к этому квадратному уравнению мы применим теорему Виетта. Давайте вспомним ее. Сумма корней квадратного уравнения, а в данном случае приведенного, потому что старший коэффициент равен единице, равен второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком. То есть сумма наших корней равна минус 2. Произведение корней равно свободному коэффициенту, то есть минус 15. Перебирая различные комбинации, мы с вами можем сказать, что это корни минус 5 и 3. Давайте проверим. Минус 5 плюс 3 минус 2, минус 5 умножить на 3, минус 15. Помещаем эти корни обратно в систему. Так, я вот сюда перейду. х больше либо равен нулю. Первый корень минус 5, второй корень 3. И из этих корней, соответствующих условию, что х не отрицательное, подходит только 1. Это 3. Давайте проверим. 2 умножить на 3 – 6. 15 минус 6 – 9. Корень из 9 – 3. И справа тоже 3. В ответ мы запишем 3. Рассмотрим следующий тип уравнений. Следующий тип уравнения – это показательное уравнение. Показательное уравнение – это такое уравнение, у которого неизвестное стоит в показателе степени. Основание является числом положительным и отличным от единицы. Показательное уравнение в общем виде выглядит следующим образом. Для того, чтобы решить показательное уравнение, необходимо левую и правую часть привести к степени по одному основанию. Тогда мы сможем приравнять показатели. Давайте рассмотрим несколько примеров. 2 в степени 4 минус 2х равно 64. Мы видим, что слева у нас стоит степень по основанию 2 и справа стоит число 64, которое можно представить в виде степени по основанию 2. 64 – это 2 в шестой степени. Мы с вами привели левую и правую часть к степени по одному основанию. Следовательно, приравниваем показатели. Получаем линейное уравнение. Все, что с х, переносим в одну сторону без х, в другую и находим неизвестный множитель. Для этого произведения делим на известный множитель. 2 делим на минус 2 и получаем минус 1. Ответ – минус 1. Следующий пример. 16 в степени х минус 9 равен 1,2. Слева и справа мы можем привести, левую и правую часть мы можем привести к степени либо по основанию 2, либо по основанию 1,2. Результат у вас получится прежним. Если вы будете приводить к степени по основанию 1,2, то 16 – это 1,2 в минус 4 степени. Если же вы будете приводить к степени по основанию 2, то вам необходимо будет и 16 представить как 2 в четвертой, и 1,2 представить как 2 в минус 1 степени. Выбирайте для себя наиболее удобный способ. Давайте рассмотрим сначала приведение к степени по основанию 2. 16 мы представим как 2 в четвертой, а 1,2 мы представим как 2 в минус 1 степени. Степень степени показателей перемножаем и приравниваем показатели. 4х равен минус 1 плюс 36 35. Ну и х будет равен 35 делим на 4. 8,3 четвертых или 8,75. Давайте теперь решим этот же пример, но приводя к основанию 1,2. 1,2 в минус 1,2 в минус 1,4. И все это в степени х минус 9. 1,2 необходимо записать как 1,2 в первой степени. Степень степени показателей перемножаем, то есть минус 4 мы умножаем на х минус 9. Минус 4х плюс 36 равно 1. Ну и посмотрите, у нас получается минус 35 абсолютно такое же значение. 8,75. То есть независимо от того, к какому основанию степени вы будете приводить это уравнение, результат у вас получится должен один и тот же. Рассмотрим следующий тип уравнений – логарифмические. На прошлом занятии мы с вами уже вспоминали определение логарифма и сказали об условиях существования логарифма. Что под логарифмическое выражение – это величина положительная. Основание логарифма – это величина положительная, отличная от единицы. Уравнение называется логарифмическим, если неизвестное содержится под логарифмом или в его основании. Соответственно, будут накладываться определенные условия. Давайте рассмотрим вид простейшего логарифмического уравнения. Уравнение вида. Логарифм х по основанию а равно b называется простейшим логарифмическим уравнением. Какие здесь у нас будут условия? Значение числа а – это число положительное, отличное от единицы. Под логарифмическое выражение величина строго положительная. Для того, чтобы решить это уравнение, необходимо прологарифмировать правую часть, то есть представить число b в виде логарифма по основанию а. После этого вы получите решение а в степени b, где а – основание логарифма, а b – это число, стоящее в правой части. Давайте рассмотрим несколько примеров. Логарифм 5 минус х по основанию 5 равен 2 логарифмам 3 по основанию 5. Для того, чтобы решить это уравнение, необходимо сначала двойку перенести в показатель степени по основанию 3, то есть перенести в подлогарифмическое выражение. Тогда слева и справа будут стоять логарифмы по одному основанию. И мы сможем с вами подлогарифмические выражения приравнять. Но не стоит забывать о том, что у логарифма есть ограничения, а именно на его подлогарифмическое выражение. Под логарифмом в левой части стоит 5 минус х, и это выражение должно быть положительной величиной. Соответственно, решаем х равен минус 4, и х меньше 5. Проверяем, удовлетворяет ли наш корень данному условию. Да, минус 4 число меньше 5, следовательно, в ответ мы запишем минус 4. Рассмотрим следующий пример. Логарифм х плюс 2 по основанию 4 плюс логарифм 3 по основанию 4 равен логарифм 15 по основанию 4. Наша задача с вами свести левую и правую часть к логарифму по одному основанию. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо с вами воспользоваться свойствами логарифма. Либо преобразовать сейчас левую часть, увидев здесь сумму логарифмов по одному основанию, это будет логарифм по тому же основанию, под логарифмические выражения перемножим. Либо перенести слагаемое в другую сторону уравнения, в другую его часть, поменяв при этом знак, и увидеть, что будет разность логарифмов по одному основанию. Тогда это будет логарифм по тому же основанию, под логарифмические выражения будем делить. Я поступлю по второму способу. Ой, воспользуюсь. Логарифм 3 по основанию 4. Итак, справа будет логарифм 15 делённый на 3. 5 по основанию 4. Мы привели с вами левую и правую часть к логарифму по основанию 4. Следовательно, под логарифмические выражения мы можем приравнять при условии, что х плюс 2 больше нуля. 5 минус 2, 3. х больше минус 2. Проверяем, удовлетворяет ли наш корень 3 заданному условию. Да. В ответ записываем 3. Рассмотрим следующий пример. Логарифм 4 минус х по основанию 2 равен 7. Прологарифмируем правую часть по основанию 2. 7 – это логарифм 49 по основанию 2. Слева и справа у нас логарифмы по одному основанию. Приравниваем под логарифмические выражения при условии, что выражение 4 минус х, стоящее под логарифмом, положительное. Решаем систему х равен минус 45 при условии, что х с меньшей 4. Проверяем, удовлетворяет ли корень заданному условию. Удовлетворяет. Решение. Минус 45. Ну и еще один пример логарифмических уравнений, когда у нас несколько выражений с перемены стоят под знаком логарифма. Логарифм х плюс 3 по основанию 4 равен логарифму 4х минус 15 по основанию 4. Слева и справа стоят логарифмы по одному основанию. Значит, мы можем под логарифмические выражения приравнять при условии, что каждое под логарифмическое выражение положительно. Каждое, потому что здесь у нас и слева, и справа стоит выражение с переменной х. Ну и теперь осталось эту систему только решить и записать ответ. Первое уравнение линейное. Неравенства у нас также линейные. Больше 15. Первый корень. Минус 3х равен минус 18х равен 6. Среди двух одноименных неравенств мы выбираем среди двух одноименных неравенств со знаком больше мы выбираем больше большего. то есть 4х больше 15. Проверяем, удовлетворяет ли наше значение корня условию. Да, удовлетворяет, следовательно, ответ 6. Мы рассмотрели с вами еще одно задание. Простейшие уравнения. А на сегодня занятие закончено. Я желаю вам успешной подготовки к экзамену. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин